Продвигаются своей колеей целые сутки среди первозданной сибирской тайги, топких болот и километров грязевых дорог. Провели участники первого этапа чемпионата Кубка России по внедорожному многоборью. За золото приехали бороться любители и профессионалы автомобильного спорта со всего Приангарья и Бурятии. Соревнования приурочили к пятилетней годовщине присоединения Крыма к России. Даты отметили автопробегом по городским улицам. Праздников! Ура! Все началось с 10 часов утра. На площади ТКЦ «Братскарт» участники регистрировались, знакомились, проверяли готовность своих автомобилей. В джип-ориентировании соревновались три спортивных класса. Самый, можно сказать, такой мощный класс, самый королевский, можно сказать, это класс экстрим, в котором принимают участие автомобили, переделанные без ограничений. То есть участники сами на свое усмотрение дорабатывают автомобили для того, чтобы преодолевать внедорожные препятствия. Следующий класс – это класс спортивный. То есть это гражданские автомобили, но с небольшими доработками. То есть с всевозможными ограничениями согласно регламента данного мероприятия. И третий класс – это класс стандарт. То есть все желающие приехали, сегодня регистрируются и примут участие уже в этом мероприятии на обычных, стандартных гражданских автомобилях. Но единственное условие – полный привод. Иногородние спортсмены, а их было очень много, делились своими эмоциями и впечатлениями, предвкушая адреналин и мощь этих гонок на внедорожниках. Решили попробовать свои силы. Первый раз как бы в жизни. Интересно. Попробовать, на что сами способны, на что машина способна. Хотел с детства участвовать, а тут пришиться все не мог. И вот Алексей позвал. В общем, мы здесь. Ну, что мы ожидаем? Нам бы до финиша доехать своим ходом. А там видно будет? Дорога покажется. Конкретно у меня был небольшой перерыв года три. В этом году я решил возобновить участие, потому что решил использовать накопившийся опыт, знания, для того, чтобы построить действительно хорошую проходимую машину. И проверить снова себя на силу воли, на характер, на выносливость. Во-первых, соперников всегда нельзя недооценивать. Соперники очень серьезно подготовились в этом году. Тем интереснее будет. История соревнований началась в 2008 году. Небольшое количество спортсменов провели первую гонку на искусственно созданной трассе, тем самым открыв в городе такой вид автоспорта. Главный судья соревнований пояснил нам, что нужно сделать, чтобы одержать победу. Евгений Менщиков сам почти всегда принимает участие в заездах. Но в этом году, как одного из самых профессиональных автоспортсменов, его избрали выбирать победителя. За максимально, наименьшее время собрать максимальное количество точек контрольных, которые будут выдаваться участникам, для этого времени дается 24 часа, гонка будет длиться. Кто больше соберет за это время точек контрольных, тот будет победитель, соответственно. Сопроводить джиперов по городу до места проведения соревнований вызвались сразу несколько городских автоклубов. Мы как автолюбители стараемся поддержать все мероприятия, в том числе присоединение Крыма, именно какими-то своими автомобильными движениями. То есть автопробег, либо какое-то джиперское соревнование. Ну а присоединение Крыма – это знаменательная такая дата. В честь этого мы, собственно, и тоже приехали. Поэтому здесь... Мэр Братска Сергей Серебренников принял участие в автопробеге и поздравил брачан и участников соревнований с пятилетней годовщиной присоединения Крыма к России. Сегодня у нас непростой день. 16 марта 2014 года в Крыму был проведен референдум на решение вопроса «Остаться в составе Украины или вернуться в Россию». Цифра. 83% жителей, более 83-х жителей Крыма, приняли участие в голосовании. 96,7% проголосовали за воссоединение с Россией. Крым наш! Сегодня написала главе Евпатории Харитоненко Олесе Викторовне поздравление с пятилетним юбилеем. Она просила передать нашим брачанам горячий привет и огромные слова благодарности за поддержку. Давайте поаплодируем Евпатории нашему городу-побратиму. Поздравляю всех, счастья, добра, благополучия, ну и, конечно же, каждому дойти до финиша. Колонна автомобилистов с флагами проехала по главным улицам города и проследовала до карьеры бывшего кирпичного завода, где и состоялось соревнование. Протяженность трассы более 60 километров. Джип-ориентирование закончилось только на следующий день. В классе «Стандарт» победителями стали экипаж «Гром». В классе «Туризм» собрали максимальное количество точек и стали лучшими. Пилот и штурман экипажа «Боцман». А в «Экстриме» золото взяли спортсмены экипажа «Рассамаха». Победителями стали спортсмены из Братска и Иркутска. Юлия Вербицкая, Владислав Гусев. Программа «Факт».